Проблемы со здоровьем, показать хорошую игру спортсменам не мешают. Каждый год подобных турниров проводится четыре. Таким количеством соревнований не может похвастаться даже профессиональная федерация футбола. Перед этими ребятами большие перспективы. Они, во-первых, круглогодично занимаются, это основа. Во-вторых, это попадание за свои регионы на чемпионат России и, соответственно, отбор в сборную России по иносфит, по направлению нашему иносфит. То есть это основа, попасть в сборную и играть за сборную России. В этом году в турнире участвуют сборные команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Кирова и других городов. Все спортсмены из интернатов, поэтому такие мероприятия, для них шанс не только улучшить качество игры, но и найти новых друзей. Однако на поле соревновательный дух никто не отменял. Жесткую борьбу сопровождают эмоциональные наставления тренеров, которые переживают за игру больше своих подопечных. Почему мы никого не держим? Ну вот сейчас, Машка, одна и два. Вы что, нападающие, не получил, что тебе там первый назад? Ты кого ждешь? Отличие этого турнира от традиционного футбольного только одно. Играть могут все вне зависимости от возраста. Разделение только по сложности заболеваний. Сегодня на футбольном поле встретились и женские команды из Москвы и Владимирской области. Уверенность в победе, как всегда. Наверное, в каждой команде это присутствует. Ну как мы сыграли, ну оценка средняя. Так немножко тормозили, правда. Конечно, надо играть-то получше. Ну не как профессионалы, а лучше. Стараться, чтобы команда была не такая вот, чтобы там не бояться никого, соперника не бояться, не бояться мячей. В числе лидеров сборной Кировской области чемпионами они становились уже четыре раза. Перед поездкой в Сочи тренировались по два-три раза в день. В Олимпийскую столицу, признаются кировчане, приехали только за победы. Многие мечтают попасть в сборную России. Первый матч фаворитов прошел соперниками из Норильска. Психологически ребята настроены. Неоднократно же тренер говорил нам, что этот турнир будет просматривать игроков, состав сборную России по Паралимпиаде. В упорной борьбе победу одержала сборная Кирова со счетом 7-5. Но финалистов называть пока рано. Чемпионат будет проходить по 12 ноября. Тогда и станут известны имена лидеров. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.